Здесь небольшую проверку. Если Ай больше 360, то делаем Ай, равный 0. Переменная Ай должна быть глобальной. Поэтому в начале выполнения мы ее так и зададим, как var Ай, равная 0. У всех получилось? И, собственно, давайте проверять, что у нас получится. Как видите, довольно плавно, с шагом в 30 микросекунд у нас происходит трансформация. У всех получилось? Как видите, мы, запустив всего лишь один раз приложение, отработали наши алгоритмы довольно быстро. То есть мы могли здесь сделать ошибки и исправлять их параллельно. И теперь мы этот код уже работающий просто копируем, собственно, и вставляем уже в наши IDE. И при следующей сборке у нас уже будет рабочий код. Более того, мы можем менять не только JavaScript код, но и можем менять динамические содержимое в HTML странице. То есть я беру здесь, допустим, лупу, выделяю соответствующий элемент. И видите, у меня есть доступ к имидж-вводе, где, видите, меняется градус. То есть мы здесь можем, например, сделать edit as html и добавить, например, тег параграф. Видите, и все это динамически. Нам не нужно ничего менять. Кстати, иконка уменьшилась. Давайте посмотрим, почему. Наверное, из-за того, что элемент параграф, он блочный, он просто сдвинул вниз. Ну, в общем, это уже следующие детали. Более интересную разработку я покажу. В SDK for wearable мы сделаем динамические digital часы. И как раз больше поработаем, как редактировать элементы управления в коде. Так, в целом у меня все. Да, у меня все. Давайте вопросы. По этой части. Вообще, у всех получилось? У меня не получилось. Нет? Давайте код покажу снова. ВДЕ, ну давайте вот скопируем вот тот же самый ВДЕ. Да, сейчас уже одно приложение. Я себя чувствую. Как вы сделали? Правая кнопка мыши run as Tizen Web Simulator. В смысле, правая кнопка мыши на проекте? Ну вот слева здесь, вот Project Explorer есть. Слева. Да, правая кнопка мыши run as Tizen Web Simulator Application. Да. Давай я сейчас тебе подойду и покажу. Так, у остальных у тебя получилось. А где вот? Ну давай тоже подойду. Так, у меня в принципе все, Ренат? У тебя следующий. А? Сейчас перерыв. А, да, давайте перерыв. И Ренат расскажет про, как разрабатывать гибридные приложения. И потом после него у меня будет, как разрабатывать под variable. Так, давайте. Коллеги, уважаемые, я вам представлю представителя Самсунга, нашего вообще-то, тот, который инициировал вообще всю эту нашу деятельность. Это Адмагат Аликович Гуриев. И, значит, что он сам дальше сказал, как говорится, про наши задачи и что мы должны делать. Ну, я очень коротко скажу о том, что Тайзен появился достаточно удачно в политическом и организационном плане, потому что американские разработки сейчас под большим сомнением у многих государственных инстанций. Вот, и нам опенсорсная платформа нужна для многих проектов. Это раз. Во-вторых, телефоны на Тайзене запустят в России через два месяца. Не хуже, как в одной из первых, может, даже самой первой стране в мире, и они пойдут в продажу. Поэтому и для государственных нужд, скорее всего, пойдут проекты сертификации таких телефонов, а потом и планшетов. И, видимо, судя по всему, нет альтернативы мобильного решения Тайзену. Поскольку они сделали ассоциации, эту платформу, то платформа имеет хорошую перспективу в России для развития. И я надеюсь, все, кто Тайзен знает, деньги заработают в ближайшие годы хорошо. Я очень надеюсь на центр здесь, на Фистехе, и буду просить сделать пару первых приложений, которые имеют социальный характер. Во-первых, приложение нам необходимо, которое называется Instant Heart Rate, которое позволяет графику, упрощенную кардиограмму выводить клиента с тем, чтобы лечить аритмию. У нас десятки миллионов людей в возрасте имеют аритмию, и от нее, в конце концов, помирают. Вот. И я надеюсь, из-за этого и телефоны будут продаваться больше, и люди будут подлечиваться и жить дольше. И второе приложение касается... Это шесть однотипных приложений для контроля зрения. Они есть на Android, бесплатные приложения. Вот. И такие же надо сделать на Тайзене. Вот эти два типа приложений, я очень надеюсь добиться согласия там внутри Самсунга на то, чтобы эти приложения форсированы здесь, на Фистехе, были сделаны. А вокруг них у Фистехов появятся свои идеи, чего еще можно сделать. В целом я хочу сказать, что всего из закачиваемых в России приложений только 3% имеют, ну, рациональный характер. Если это, ну, они не игровые, не музыкальные, не развлекательные, а вот такие, так сказать, полне рациональные развивающие, и всего 3% из закачиваемых. Нам надо анализировать эти 3% и то, что из них надо сделать на Тайзене, надо делать. Вот. Я надеюсь, что поскольку вот Россия получит Тайзен в клиентский оборот раньше других стран, то все то, что здесь будет наработано, потом можно будет определенным образом продавать в другие страны. И, скажем, в Европу и Америку все это доберется через полтора года, судя по всему. Вот. И поэтому вот такие условия сложились, что Тайзен будет, во-первых, шанс развивать свои технологии, свои приложения, во-вторых, шанс продавать их за границу и так далее. Я очень рад тому, что в конце концов вот такой центр компетенции на физтехе закладывается, и я думаю, он будет развиваться. Сильно будет все зависеть от ваших индивидуальных инициатив, которые мы постараемся всячески поддерживать. Ну вот, больше я никаких нудных вещей говорить не хочу. Рад, что вы занимаетесь правильным делом, вот, втягиваете в него своих друзей. Я думаю, у нас другой такой свежей инициативы в информационных технологиях, общее назначение, а в ближайшее время не будет, и вы уистока самых-самых горячих пирожков в этом не строите. Спасибо.